К нам присоединяется Игорь Романенко, основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», генерал-лейтенант. Игорь Александрович, приветствуем вас. Здравствуйте. Что вы можете сказать о характере тех подразделений, в частности, африканского, которое перебрасывают 100 человек? Насколько они, так сказать, организованы, насколько они представляют серьезную, не то чтобы опасность, но хотя бы возможность противостоять группировке украинских войск в Курской области? 100 человек немного, конечно, но надо иметь в виду, что степень выучки в частных компаниях высоки. Это показали и пригожинцы, это подтверждает и действия не только россиян, а других частных компаний, и американских, и других, иностранный легион Франции, например. И, значит, здесь надо сказать, что это подразделение, которое, может быть, и будет переброшено, но на каком-то тактическом уровне будет представлять определенную силу и потенциал. Более выученные, конечно, чем, скажем, срочная служба, которая достаточно много находится сейчас в Курской области, и эту ситуацию россияне быстро исправить не могут. Частично они перебрасывают с фронтов в Украине, это и с Харьковского направления, Купянского, Херсонского, Запорожского. Но это не касается, скажем, тех направлений и участков фронта на востоке, где они успешно продвигаются, ну, тактически, но продвигаются. Торецкое направление, Покровское направление, то есть Путин не снимает задачу их продвижения, и, к сожалению, это происходит. Поэтому 100 человек погоду не сделают, но они представляют собой определенную силу на уровне тактического подразделения. Ну, складывается иногда, Игорь Александрович, сейчас впечатление, что так по чуть-чуть сюда собирают. Единственное, что хочу добавить, там же командир этих медведей, да, какие-то там зашифрованные сообщения, так Лю Монт, издание французское, утверждает зашифрованные сообщения. В Телеграме якобы нацелал, что он говорил, присылал, говорил о том, что русские солдаты должны забыть о всех своих проблемах сейчас, да, и вернуться как раз домой, чтобы бороться с врагом. Ну, это так я коротко цитирую, что он написал. Но, единственное, далее появлялись также сообщения, что уже 27 августа, это было 22 августа, но уже 27 августа якобы они передислоцировались в Крым. Не знаю, насколько это может там проверить информацию или не проверить, но то, что такое впечатление, да, вот по 100 человек там собирают, по 100, как вы сейчас сказали, еще там, я условно говорю по 100, по чуть-чуть собирают, да, для того, чтобы все-таки, вот ваше мнение, я немножечко хочу дальше пойти, Игорь Александрович, вот это то, что собирают там, да, со всех направлений, там, кого-то отправляют из самой Российской Федерации и так далее. Это говорит о том, что готовятся отбивать или все-таки готовятся обороняться Курской области? Ну, для начала обороняться, и им так задача поставлена, а потом, если наберут сил, наверное, наберут вопрос времени, то задача стоит, значит, отодвинуть наши войска до границы. Для того, чтобы остановить, я соглашаюсь с вами, с тем, что, поскольку набирают подразделения, это даже не части, не полк и не бригада, которые они перебрасывают, там, разве что Севастополь, бригаду морской пехоты, я говорю, перебрасывали, а другие по батальонам. Для чего делается так? Для того, чтобы не ослабить там, не ослабить там выполнение боевых задач. Ну, в частности, с Покровской и Торецкой, так, в общем-то, что могут сосредотачивать, чтобы нарастить успех. А на остальных, чтобы как бы не провалились выполнения задач на Восточном и на Южном фронте. И теперь, когда эти разные подразделения с разных мест оказываются в Курске, то все это надо взять под управление. Это достаточно непростой процесс, разные подразделения, их надо сколотить, провести так называемое слажение. И это все происходит в ходе ведения боевых действий. И, значит, ну, когда ничто так не учит, как война, но на каком-то этапе здесь есть сложности. А с учетом того, что надо еще им налаживать там логистику, которой они были не готовы, чтобы обеспечить эту группировку войск действующей Российской Федерации на Курском направлении, то здесь проблемы. По количеству, по западным оценкам, для того, чтобы остановить, надо 30-50 тысяч. Россияне сразу ставят в руководство большую цифру, то есть надо собрать 50 тысяч для того, чтобы остановить наше продвижение. Но так или иначе, скажем, оно почти остановлено, наше продвижение. И, в общем-то, наибольшие бои, на мой взгляд, идут в регионе южнее реки Сейм. Там этот район, у них остались час военнослужащие, час они выводили. Там, скажем, неделю, дней 10 назад говорили 2,5-3 тысячи. Но это все уменьшается, потому что пытаются все-таки форсировать сначала по мостам, потом по мосту, по переправам, которые через речку делают, которые разбивают силы обороны Украины. И поэтому там остаются. А вот в остальных направлениях, там уже идут интенсивные бои. Сказывается то, что часть войск забрали с фронта, и они наиболее подготовленные. Ну и вот если по миру те, которые частная компания, и выучка их тоже достаточно подготовлена. То есть я на текущий момент вижу, что с учетом того, что особых резервов, ну я не знаю, конечно, генерального штаба виднее, есть ли такие. Но поскольку вряд ли они есть, судя по тому, что происходит на Покровске и Торецке, эти резервы у нас, то надо переходить достаточно жесткую оборону и достаточно быстро это делать, чтобы она была эффективной, стойкой. Там имеется в виду на Курском направлении эту работу надо немедленно проводить, в том числе операционные сооружения, минирование и так далее. То есть просто по классическим требованиям выполнять эти задачи. Но и с учетом опыта в наших войсках за два с половиной года есть опыт выполнения этой задачи. Игорь Александрович, вы упомянули Глушковский район. Если я не ошибаюсь, там территория около 700 квадратных километров. То есть это почти приблизительно в полтора раза. Немногим меньше, чем уже та территория в Курской области, которая контролирует вооруженные силы Украины. Пусть эта операция закончится успешно, будет котел, будет определенное пополнение обменного фонда, но это достаточно большая территория. Сколько нужно сил, чтобы ее контролировать? Да, это хороший вопрос. Чтобы не терялось и не растворялось цели в проведении этой операции силы обороны Украины на Курском направлении, конечно, надо формировать в ускоренном виде систему обороны. Здесь обороны буферной зоны. Эти действия проводились для того, чтобы упредить наступательную операцию на Сумском направлении, о котором наша разведка говорила, на Харьковском. То есть планы этих планов говорили, планы на Харьковском направлении россияне пытались реализовать. Однако группировкой 35 тысяч войск прошли 10 километров и дальше не могут продвинуться. А у нас 10-15 тысяч на Курском направлении зашли на дальности 35-40 и по ширине. Но еще идет работа, связанная с группировкой между Теткиной и Грушковым. Вторая цель была переброска войск. Это тоже осуществляется. Просто с каких участков. Понятное дело, что там, где они наступают, они это не делают. И третий вопрос – это формирование зоны, о которой мы уже мельком с вами говорили. И эту зону надо формировать, потому что она понижает потенциал российских войск с этой территории, которую они использовали против нашей группировки на Харьковском, Сумском направлении. Обстрелили и так далее. И тут еще целесообразно напомню, что СУЖ – это такой хаб российский, где собирались войска и направлялись, скажем, на территорию для ведения боевых действий. Направление Харьковском, Сумском, обстрелы и все остальное. То есть целесообразно с военной точки зрения однозначно формирование этой зоны. Так вот, поскольку ее удалось сформировать, ее надо теперь отстаивать. Для этого это требует определенных усилий. А мы не забываем, что у нас еще тяжелая ситуация на Восточном фронте, и там надо помогать сухопутных войск. Ну, если не хватает военнослужащих, хотя бы средствами поражения противника. И их надо собирать со всех составляющих сил обороны Украины, на мой взгляд. Игорь Александрович, за это спасибо. Сказали, что сложная ситуация, действительно, Донецкая область, то, что сейчас происходит и на Покровском направлении, об этом говорим, Харьковское направление, Юг не забываем, да, потому что очень мало сейчас уделяется внимания, хотя там тоже продолжаются бои. Скажите мне, пожалуйста, если мы все-таки говорим о Южном направлении, хотелось бы у вас уточнить, что мы можем сегодня проанализировать. Там нельзя говорить о затиши, правда, потому что локальные бои, они есть. Если мы говорим о городе Херсон, я сейчас хочу, да, понятное дело, что войска отодвинуты российские и так далее. Но как, не считаете ли вы, что в ближайшее время, я понимаю, что ресурсов недостаточно в Российской Федерации, но иногда вот их хаотичные действия в военной тактике действительно, ну, интересно выглядят, я так в кавычки возьму. Есть ли все-таки риск того, что Херсон может пострадать в очередной раз? Ну, Херсон уже страдает, к сожалению, там, в общем-то, наши действия, когда мы высаживали на плацдармы, силы обороны Украины имеется в виду войска, то есть это был задел к тому, чтобы двигаться дальше. Но надвигаться дальше ресурсов, резервов у нас нет. Мы, значит, пытаемся развивать ситуацию с мобилизацией, потому что не хватает войск. И поэтому, значит, и таким образом отодвинуть войска противника, таким образом, чтобы артиллерия не могла обстреливать Херсон и область. Ну, отодвинули на уровень, что их минометы не доставали, но потом они здесь сосредоточили, добавили ресурсы, резервы. И, скажем, мы потеряли тут такую возможность. Само по себе силы сейчас на то, чтобы там форсировать с их стороны Днепр, опять вести боевые действия вокруг Херсона, это не представляется возможным. Тут изучается вопрос вокруг Запорожского, если брать южное направление. Они, кстати, из Херсонского и Запорожского направлений часть сил все-таки забрали на Курское. Поэтому такое давление большее, которое имело место последнее. Там Запорожский и Работина, Новомайорский и Времьевский выступ сейчас как бы ослабились. Здесь снизился их потенциал и понизилось уровень введения боевых действий. Поэтому здесь, в общем-то, сказывается. И функции войск наших здесь – это уничтожать вооружение, технику, живую силу противника и не допускать дальнейшего продвижения на этом направлении, по крайней мере. Так что на текущий момент это так выглядит. Игорь Александрович, меньше минуты у нас остается времени. Но вот если коротко, в таких, может быть, тезисах, что нужно сделать с силами обороны Украины, чтобы остановить противника под Покровском? Мы с вами мельком это обговаривали. На мой взгляд, надо собрать средства поражения. Войсками вряд ли мы сможем помочь с силы обороны. То есть это из Головного управления разведки и СБУ, вообще со всех компонентов. Мы видим, как удачно они наносят удары по объектам в Российской Федерации, в Крыму. Но ситуация, которая сейчас на тех направлениях, которые, говорит, требует, на мой взгляд, того же концентрации, это реализация объективного закона ведения войны, сосредоточиться на главном направлении. Вот главное направление нашей обороны – это Покровск, Торецк. И поэтому эти средства надо принимать решение Верховному Габановичу, в Ставке разобраться с этим вопросом и сосредоточиться на нанесении поражения противника, который продвигается на этих направлениях. Игорь Александрович, спасибо за участие в нашем эфире. С нами на связи был Игорь Романенко, основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», генерал-лейтенант. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале «Фридом». «Фридом» – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.